Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В Африку меня взяли на слабо. Ваш коллега Вастанкин, после путешествия по Соединенным Штатам, я спросил, а куда дальше? Я говорю, слушай, ну, в Африку, а куда? В Марокко. Ты знаешь, говорит, неинтересно. Многие были неинтересны. Я говорю, в Кению. Неинтересно. То есть, получается, на слабо взяли? Взяли на слабо, да, и я в эфире сказал о том, что окей, я поеду до ЮАР и вернусь назад. То есть, я могу вам, в принципе, тоже сейчас какой-то на слабо вопрос задать? Не, не, не надо, не надо. Я думаю, что у меня супруга обидится. Она пока не готова оставаться одна, то есть, как-то таким образом. А вот, готовясь к программе, соответственно, смотрели ваше путешествие по Африке, вы предпочитаете ездить на мотоцикле в одиночестве. Почему? Почему на мотоцикле и почему в одиночестве? Окей. Значит, в одиночестве почему? Потому что, когда ваше путешествие нестандартное, допустим, да, вы можете полагаться только на себя, на свои силы, на свою технику и так далее. Если вы едете хороводом, и в Африке много наших соотечественников, известных путешественников, экстремальные путешествия, когда их едет где-то человек 50, съемочная байгада, техники, машина такая, машина сякая, ответственность иная. Вот, в моем случае, я сам принимаю решение, где я буду завтра, что я буду делать. Иное, конечно, если что-то случилось, я только сам себе и могу помочь. Ну вот, что-то случалось в поездке в последней? Да, конечно, конечно. Ну, например. И ломался мотоцикл. Вот что с ним делать? Вы знаете, я ехал дальше. Я лишился тормозов в Судане. Сейчас это государство у нас на слуху, из-за СДЛ на Северный и Южный. И так далее. Очень неспокойно, и давно там неспокойно. Поэтому я, когда обнаружил, что тормозов у меня нет, у меня было только одно решение. Не тормозить. Ехать дальше, не тормозить, и все. Потому что эти запчасти найти там невозможно, это не развито. Оставаться, жить в палатке, это еще большая глупость. Ты можешь потом оказаться в каком-то племени. Ну, единственное, что вариант его возглавить еще. Ну, а вот заправлять мотоцикл, ведь неужели везде есть заправки? Нет. А что делать? Нет. У меня были дополнительные канистры, и я заранее это все делал. То есть у меня хватало топлива на тысячу километров. Я вам скажу так, что единственный момент за последние годы, когда я остался на дороге без бензина, это в Москве. То есть вы рассчитывали все-таки маршрут свой? Да, у меня не было иного времени. А рассчитывали на месте или в Москве? Вот продумывали? Нет, нет, что вы. Это невозможно. На самом деле, тот, кто вам скажет, что я в Москве год планировал, и все сошлось, это неправда. Такого быть не может. Объясню почему. В моих планах было ехать через Тунис, Ливию и уйти в Судан. Это было невозможно, потому что именно в этот момент на границе возник конфликт. Мне наш консул сказал, Андрей, ехать туда не надо, ты можешь там попасть или в плен, или в какую-то неприятную ситуацию. Вот так же с поломкой. У меня сломался мотоцикл, был у меня один план. Я был вынужден его поменять. Да, таким образом. Но вот перед поездкой, вот перед первой поездкой в Африку вы читали чьи-то рекомендации или вы только на себя полагаетесь? Знаете, у меня есть друзья, которые были в Африке до меня. Мы дружим, они живут не только в Москве, по всему миру мы общаемся. Да, я задавал некоторые вопросы, где какую визу получить, где стоит останавливаться, где нет. То есть мы обмениваемся мнениями. Но это обычные люди, это действительно путешественники, это вот негламурные герои, которые выезжают туда на неделю и потом рассказывают, что они полжизни появились в Африке. А вот опять же европейскому человеку достаточно сложно к климату адаптироваться, плюс прививки же нужно какие-то специальные делать. То есть о здоровье тоже нужно заранее позаботиться. Что там может случиться? С точки зрения здоровья случится может все что угодно, потому что Африка это вообще другой мир. И болезни там другие, и вода другая, и климат иной, и малярия и так далее и тому подобное. То есть да, обязательно нужно делать прививки здесь. А вот что касается антималярийных таблеток, тут я бы не взялся рекомендовать их употреблять, вот так как нам рекомендует официальная медицина, потому что рекомендации такие за две недели до Африки, каждый день и две недели после. Здесь нужно понимать, одна таблетка стоит или два, или три евро, если мне память не изменяет, но это бог с ним, если мы говорим о здоровье. Удивительно то, что они имеют побочный эффект. Одно лечит, другую лечит. Связанный с галлюцинациями в том числе. То есть я ехал, у меня какое-то время небо было в алмазах, я не мог вообще понять, что это. Оказалось, это побочный эффект. А вот как раз вы говорили про племена, вот с племенами встречались, какие-то курьезные ситуации были? Да, ну как, ну что значит, это не курьезные, то есть до сих пор в Замбии вождь очень большого племени, очень большого действительно, часть его племени живет в Замбии, часть его племени живет в Танзании. Мне пришло сообщение, что если я надумаю вернуться, а я провел в Замбии где-то около месяца, я не мог оттуда выехать никак, откуда я все это знаю. Почему не могли выехать? Затянуло? Нет, не затянуло. В Замбии потерялся большой корабль, то есть вот гигантского размера. Они не знали, где он, куда он делся, на озере Танганика. Никто не мог понять, куда он испарился. Ну, для африки это нормально, это обычно на самом деле. Вот вождь мне написал, что если я вернусь, одна из деревень, моя... Написал смс вождь? В фейсбуке мне. В фейсбуке написал, то есть интернет у них там есть? Он есть, если есть электричество. Это было какое-то гламурное племя, видимо, с электричеством. Ну нет, ну что значит гламурное? Он бывший учитель, этот вождь, и он что делает, у него какой бизнес? Он говорит, что часть его племени живет в Замбии, часть в Танзании. Ну хорошо, его племени перемещаются на день, на два. Их никто не считает. А вот были такие племена, которые белых людей вообще не видели? Или видели очень мало? Есть, конечно. Они как относятся? Я вот, я наблюдал, мы с товарищем так... К мотоциклистам как относятся? К мотоциклистам они могут подойти и пощупать вот так вот. Белая кожа, им интересно, волосы могут потрогать. То есть они вот именно вот так воспринимают. Ну а агрессии нету? Вы знаете, как Маша, вот днем нет, а вот ночью бывает. А вот ночью, кстати, где вот ночевали вы? Какие-то под открытым небом или в палатке, или в племени? В чем как раз и прелесть такого отдыха или путешествия, если хотите, как у меня? Я никогда не знаю, где я буду ночевать. Кто-то скажет, что это сумасшествие. Но это не большее сумасшествие, чем знать весь год наперед, что тебя ждет. Согласитесь, да? Поэтому в Судане я спал в палатке, я уходил далеко в пустыню. В центральной Африке, соответственно, в джунгли уходил. А звери? А что, ну, звери, звери. У меня только не сложилось с львицами и с крокодилами. Они вас не приняли в племены? Львицы нет, лев да. Вот лев спокойно, у меня даже есть фото, где мы вот близко буквально очень там. Ну, я, конечно, я голову ему в рот не засовывал, я же не знаю, сытый он или нет, это никто не знает. А вот львицы нет. То есть они вот ходят прямо рядом? Ну, да, да, конечно. И не пытаются напасть? Нет, кто-то пытается, кто-то пытается. То есть, а получается, смотрите, ну, сколько же вещей нужно с собой брать в такой экстремальный турнир? Минимум. Вот это еще... Я бы не назвал этот отдых экстримом. Это кто-то может его назвать. Для меня это вот это мое путешествие, которое немножко нестандартное. Вещей минимум. Они должны быть все очень легкие, все очень надежные. Я в основном использую вещи, которые делаю для альпинистов. То есть они надежные, они дышат хорошо, стираются замечательно, потому что Африка все-таки жарко. И также вот маленькие емкости для воды, маленькие емкости, где лежат медикаменты, потому что тоже, чтобы туда ничто не заползло. Так, ну, бывает, бывает. Вещей минимум, лекарств минимум, всего минимум. А денег? Денег. Ну, вот бюджет как-то вы планируете в свое путешествие или тоже вот взял столько-то? Вы знаете, опять же, это невозможно планировать. У меня были моменты, я жил на, сейчас, чтобы не обмануть, ну, так скажем, 20 долларов в сутки. Это с учетом того, что я ехал, спал и ел. Мне казалось, я очень хорошо экономлю. И на следующий день у меня разбился фотоаппарат стоимостью, ну, достаточно высокий, профессиональный аппарат. Вот как тут сэкономишь? То есть я экономил на жилье, на еде, но я не смог сэкономить с фотоаппаратурой. И так все. То есть каких-то рекомендаций по бюджету дать очень сложно? Нет, рекомендация может быть одна. Вы никогда не уйдете от оплаты виз. Это вещь, ну, достаточно статичная. Если вы едете на автомобиле, на мотоцикле, неважно. Это стоимость бензина около 2 долларов за литр. Это то, от чего вы никогда не уйдете. А все остальное вы можете как-то менять. То есть вы можете гламурно отдыхать. Есть и пятизвездочные отели в Африке, не везде. Они стоят где-то 400-500 долларов. Ну, это для белых бизнесменов, для инвесторов, скажем так. А вы можете жить в палатке. Это вам не будет стоить ничего. Либо 5 долларов, если это кемпсайт, так называемый. Это место, где вы можете поставить палатку. Есть вода, есть электричество иногда и так далее. Ну, а вот сейчас кто-нибудь нашу передачу будет тесно посмотрит, захочет повторить опыт. Вот какие рекомендации вы можете дать человеку, который решил так экстремально отдохнуть? Вы знаете, среди дальнобоев, вот так называются люди, которые уезжают от дома далеко в неизвестные страны. И надолго. Да, далеко и надолго. Есть такое понятие. Для путешествий далеко, ну, в частности на мотоцикле, нужно иметь время, деньги и быть мужчиной. Если у вас это все есть вперед, то есть не обязательно в Африку вы можете куда угодно. То есть женщин лучше экстрим не ехать в какое-то экстремальное путешествие? Вы знаете, Маша, мы с женой ездили по Америке, ей было интересно. В Африку я бы ее не взял. Потому что, еще раз я повторюсь, это у нас в телевидении газеты показывают, что идут революции, люди с флагами. Вот Ливию показывали очень часто или Уганду. По большому счету, я не хочу никого обидеть, но это люди, не подчиняющиеся никому, живущие по принципу, тебе дали калашников, иди и заработай. Вот тут не должно быть иллюзий никаких. Там нет никакой какой-то идеи там, да, эволюционной. В связи с этим никогда не знаешь, что будет завтра и что тебя ждет, вот допустим, с этими людьми. Они тебе почему улыбаются? Потому что они уже все поделили, что есть у тебя, или почему? Или потому что безумно рады тебе? Никто не знает. Но вот перед тем, как мы уйдем на Близ, хотелось бы такой главный вопрос. Это вообще путешествие, это отдых, или это тяжелый труд в итоге получается? Это кусочек жизни. Это маленькая жизнь. В двух словах, что я хочу сказать, что когда мы живем в большом мегаполисе, в бизнесе, каждый день котировки, каждый день изменения, большие новости с тем, что у нас теперь будет новый президент, мы наконец-то узнали, кто это будет, да, мы забываем о себе, какие мы. Вот оптимально, вот у нас жизнь идет, как некий фильм, который мы смотрим в полглаза. Путешествия таким образом, вы удивляетесь, удивляете себя. Чувствуете вкус жизни. Чувствуете вкус жизни, совершенно верно. А сейчас наш традиционный Близ опрос, мы ответим на вопросы телезрителей. Андрей, в какой момент путешествия вам было по-настоящему страшно? Не было страшно вообще никогда. Ни зверя, ни племена, ничто не страшно. Львица меня очень здорово напугала, и большой шестиметровый крокодил. Я его не заметил, чуть было не наступил на него. Вот вопрос в продолжении. Поделитесь универсальными правилами поведения, которые позволяют избежать опасных моментов в путешествии. Основные правила безопасности. Будьте доброжелательны ко всем, чаще улыбайтесь, не показывайте деньги. Есть ли у нас какие-то турфиры, или может быть клубы путешественников, клубы по интересам, которые организуют экстремальные туры, или все надо делать самому? Я изучал этот вопрос, может быть, недостаточно детально, поэтому я предпочитаю это делать индивидуально. При выборе места для путешествий меня останавливает незнание иностранных языков. Как вы решали эту проблему? Послушайте, ну захотите кушать, вы на таком языке заговорите. Я суахили знаю, керунди знаю. Вот в Африке на каких языках вам приходилось говорить? На английский, в северной Африке, на арабском, ну это несколько слов, которые я знаю, я их употребляю. В центральной части какие-то слова суахили, в Бурунди, где меня брал спецназ, они посчитали, что я террорист номер один. На керунди что-то им отвечал. Ну вот людям на каком языке говорить? Слушайте, учите английский, его используют везде, но если вы находитесь в стране, где английский не государственный, не поленитесь и выучите несколько слов вот на местном каком-то языке, это всегда поможет. Спасибо, добрый день, пожалуйста, вот такие вещи. Какая страна в Африке произвела наибольшее впечатление? Две. ЮАР, обманываю, Ливия, Уганда и ЮАР. Главный вопрос, какой маршрут и какое средство передвижения будет выбрано для вашего следующего путешествия? Пока есть мысли посетить Латинскую Америку, видимо это будет мотоцикл, не знаю какого производителя, потому что ну надо как-то, все-таки я человек от бизнеса, а пиарить так BMW, как я это делал, как мне больше не хочется. И опять в одиночку? Да, конечно, конечно, безусловно. А на Северный полюс не собираетесь? Холодно, я холод не люблю, если честно. То есть в теплое строение? Вы знаете как, Маша, вот чтобы было тепло и было интересно, чтобы была культура иная, иные люди, иной уклад, вот это интересно. На Северный полюс с медведями, ну можно, да, но это потом как-нибудь. Мы желаем вам успехов в ваших дальнейших путешествиях, и напоминаю, что в студии телеканала РБК был Андрей Уржунцев, человек, увлекающийся экстремальным туризмом, и я Мария Рудковская, до свидания. До свидания.